Я считаю, что это исполнение воли чеченского народа, что его пили за то, что мы его вообще считаем, за то, что они считали, что он мало в суде, но не слишком ранее в суде. Что они сделают на Кавказе, что они сделали? С Кавказом пора заканчивать. В российской законодательстве там не действуют люди, которые считают, что закон надо создать. Я считаю, что он предоставит всем свободу и возможность самостоятельно строить свое государство. Прекратить разговоры общества. Заставлять тех, кто давно развелся, спать его на постели без смысла. Против экстремизма это абсолютно. Ну, что вы имеете в виду? Нет, такого экстремизма в России. То есть, если вы имеете в виду радикальное проявление ислама, то ничего лучше нельзя придумать, чем создать там шариатское государство. Вот охраны российских спецслужб. И вы думаете, эти люди будут по-другому мыслить? Они будут мыслить исключительно, как воины Аллаты, воины Шахарова. Они будут вести его дальше с Европой и с Венисанским берегом. Вы считаете, что это уже не правда? Я считаю, что лично рассматриваю убийство Уданова в одном роде, с умистом Литковского и Мадаева. Литковского и Мадаева, Кремльникова. Это отличный случай, в чем не учился. Ваши отношения что-то происходят в Москве? Нет. Спасибо. Вы знаете, если война закончилась, я бы сказал, что она закончилась в Кавказе, это не так. Она продолжается и в свое время, не так давно сказали, что война коснулась за каждого из нас, она придет в наши дома. В Москве регулярно происходит убийство, в Зарыве мы живем на войне. Скажем. Расслабился, расслабляться нельзя. Это с одной стороны. То, что государство не способно защитить население мирное, поменяет очевидный факт. В Америке после терактов 11 сентября ничего больше не взорвалось. В Российской Федерации ежегодно 200-300 теракций. Это показывает, что спецслужбы не способны обеспечить безопасность. Никакой эффективности, в чем она появляется, я ее не вижу. Люди должны сами, самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Нельзя. В Москве. Я лично считаю тем ребятам, которые воевали в Чечне, сегодня идет. Я хочу это сказать, что Бутанов, возможно, это первый, потому что сейчас спецслужбы Чеченской Республики рассылают запросы в различные военкоматы и запросы, кто конкретно в такое-то время находился на таком-то блокпослу, что предоставили фамилии, имя, отчество и т.д. Вы понимаете, что будет с этими ребятами, если они попадут, например, для проведения следственных действий в Чечне? Спасибо. Сегодня пришли просто русские люди. Здесь есть люди разные, без всяких идеологических устремлений. Здесь просто русские люди. В основном исключает те, кто считал, считает, я лично считаю, что Бутанов погиб. Он погиб, он давно все, что он сделал, если он что-то в жизни сделал, он давно за это все отбился рог, и он абсолютно был невиновный человек сейчас. То, что с ним случилось, эта трагедия, она может каждый раз рассмотреться, я считаю, что это наш дом. Здесь поставили буквы проводить. Вы считаете, что это не провокация? Сколько это провокация? Ну, это уже какая провокация, о чем вы говорите? То есть, если идет дождь, то это не значит провокация. Он идет, понимаете? Ну, по-моему, все очевидно. Не надо придумывать теорию заговора, что за этим он стоит, какие-то провокации нет. Ну, для меня лично очевидно. Вы понимаете, постарайтесь, вы член ТЭПа молодой. И из вашего рода родополеменная из Банглаева. Не важно, что и отец живет за границей. Важно, что Чечня – это родополеменное государство, практически, в территории России. Где ТЭПы отвечают, что если есть жертвы, которые не отвечают, надо отпустить иначе, как бы на ТЭПе лежат. Ну, груз ответственный. Для меня мотив очевиден. Другого просто быть не может. Все эти специальные сейчас подслужбы, вы знаете, что скрывали, например, от общественности, чтобы похороны дезинформировали журналистов о том, что похороны состоятся сегодня. Это делалось исключительно, чтобы меньше людей пришло, чтобы меньше людей узнал. С одной стороны. А с другой стороны, псевдоверсия рассказывается, что это на сайтах, причем лица, которые связаны с «Единой Россией» и напишутся, что это чтобы поссорить чеченцев и русских, и прочее. Чтобы поссорить чеченцев и русских, или чтобы подружить, надо чтобы чеченцы прихортили русских убивать. И все будет нормально. На мой взгляд, сейчас после этого возможно повторение событий на Манежке? Будет ли там больше людей? Вы пойдете? Я сейчас пойду по-любому, да. Если что-то подобное будет, я безусловно пойду. Но я уверен, что после похоронки Донова подобных событий, которые 11 декабря на Манежке, не будет. Потому что, как бы, есть там другие факторы, некоторые не готовы пока к ситуации. Я думаю, что интересные события будут начаться осенью, ближе к выборам. Потому что большинство населения решены возможность участвовать в выборах, и фактически кинули, да, знаете. А так, и этих там беспорядков, хулиганцев, это совершенно ничего нет. Ничего этого не будет.